КОЛЕКСИВ ЗАВОДА ВЦСПС и ЦК Комсомола о развертывании всесоюзного социалистического соревнования принял новые повышенные обязательства на определяющий год пятилетки. Бригада сверловщиков, возглавляемая коммунистом Виктором Новиковым, одна из лучших на заводе. О делах своего коллектива рассказывает сам бригадир. В 1973 год мы сработали хорошо, производительность труда повысили на 18,6%, то есть даже перевыполнили свои обязательства. Ну а теперь, что же касается 1974 года, то взвесив и обсудив в бригаде свои возможности, мы решили в 1974 году работать даже, можно сказать, лучше, чем в 1973 году. Невольно возникает вопрос, благодаря чему же мы будем работать в 1974 году лучше, чем в 1973 году. Ну здесь прежде всего нужно сказать о технической грамотности каждого члена бригады. Техническая грамотность возросла. Также возросло чувство ответственности каждого члена бригады к порученному делу. У нас на заводе говорят, что качество продукции – это есть зеркало предприятия. Поэтому мы решили в бригаде, что 85% всей продукции, сдаваемой в бригаде, будет сдаваться с первого предъявления. Достижение новаторов, передовиков производства – залог успешного выполнения принятых обязательств. Шесть тысяч кубометров древесины за три месяца. Это обязательство, взятое еще в 1971 году, бригада Виктора Полынского из Ругозерского ветхопонхоза с честью выполнила. За большой трудовой вклад в успешное выполнение задач девятой пятилетки бригадиру лесорубов Виктору Исааковичу Полынскому присвоено звание Героя Социалистического Труда. Ударной работой начат лесорубами четвертый определяющий год пятилетки, принят напряженный встречный план. К концу года бригада решила сдать 50 тысяч кубометров древесины, значительно превысив государственное задание. Бригада получила новую технику. Изменилась технология заготовки леса. Изменился и состав бригады. Механизация производства потребовала новых знаний и повышения мастерства каждого. Взаимовыручка и заинтересованность в общем деле определяют успех в работе. Субтитры создавал DimaTorzok Все победы, все достижения нашего народа неразрывно связаны с именем Ленина, с Ленинской партией. Владимир Ильич проявлял большое внимание к судьбе карельского народа. Принимал непосредственное участие в социалистических преобразованиях на древней земле Каль-Валы. Радостный праздник пришел в города и села Карелия. За большой вклад в укрепление дружбы и братрудничества советских народов, за успехи в коммунистическом строительстве, Карельская Автономная Советская Социалистическая Республика награждена Орденом Дружбы Народов. Член ЦК КПСС, заместитель председателя Совета Министров СССР Игнатий Трофимович Новиков поздравил трудящихся республики с высокой наградой Родины. В свое выступление он сказал Позвольте мне от имени Центрального Комитета Коммунистической Партии Советского Союза Президиума Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР горячо и сердечно поздравить вас, участников торжественного собрания, и в вашем лице всех трудящихся республики с высокой заслуженной наградой. Мне особенно приятно выполнить поручение Генерального секретаря ЦК нашей партии Леонид Ильича Брежнева передать его сердечные поздравления с награждением Карельской Республики Орденом Дружбы Народа и добрые пожелания всем вам и всем труженикам Республики больших успехов в выполнении и перевыполнении государственных планов и принятых социалистических обязательств. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 С ответной речью выступил член ЦК КПСС, первый секретарь Карельского обкома партии Иван Ильич Сенькин. Сегодня на нашей древней земле Калевалы действительно большой и радостный праздник. Карельской автономной Советской Социалистической Республике вручен Орден Дружбы Народов, учрежденный в честь 50-летия Союза Советских Социалистических Республик. Отныне на знамени Республики рядом с орденами Ленина и Октябрьской Революции будет сиять Орден Дружбы Народов, символизирующий нерушимое единство и братство советских народов. В этой награде выражено признание КПСС вклада трудящихся Карельской автономной Советской Социалистической Республики в великое дело укрепления дружбы и братского сотрудничества социалистических наций в экономическое и культурное развитие нашей Родины Союза Советских Социалистических Республик. Позвольте мне от имени Карельского областного комитета КПСС, Верховного Совета и Совета Министров Республики, от участников нашего торжественного заседания, от имени коммунистов и всех трудящихся Карелии, выразить самую сердечную благодарность Центральному комитету КПСС, Политбюро Центрального комитета, Президиуму Верховного Совета Союза СССР, Совету Министра Союза СССР, лично Генеральному секретарю Центрального комитета партии Леониду Ильичу Брежневу за высокую награду, за постоянное внимание и огромную помощь Республике в развитии ее производительных сил и повышении благосостояния трудящихся. Выступавшие заверили Центральный комитет партии и Советское правительство в своей твердой решимости выполнить исторические решения 24-го съезда и тем самым внести свой достойный вклад в выполнение плана 9-й пятилетки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова